Всем огромный привет! Вы на канале Creative Heaven, и я начинаю свой новый хобби-влог. Да, у меня теперь будут чаще хобби-влоги выходить, но я думаю, что это не проблема. Так, ну что, пришло время, у меня уже как бы конец месяц, ну как не конец, только середина, но я уже считаю, что конец, потому что после 14-го числа месяц прилетает вообще незаметно. Так, и я начала вчера ночью, вот полчасика всего лишь пораскрашивала, посидела. Питер здесь у нас был по плану выбран с девочками. Вот, пока что так продвигается работа, но я думаю, что недолго. В общем-то, здесь всего 12 цветов, в принципе, два из них уже нарисовала, самое большое пространство зарисовала, поэтому остальное здесь такая мелочевка. Она, конечно, сложнее, идет чуть дольше, но все-таки, как бы, сегодня я точно сделаю, в планах еще потом доделать в животных также цветовой квест сегодня включу. Ну, я покажу, если я его начну сегодня, то я обязательно вам покажу в ролике. Сегодня 16-е у нас уже ноября, понедельник. Вот, также в Дисней по своему собственному челленджу, да, по доделаю тоже работу одну, ну, и посмотрим, что еще сегодня будет. В общем-то, осталось дорисовать Мейн-стрит. В общем, короче, я почти выполнила планы, но такие самые сложные работы, так скажем, остались. Это я не про твой, ой, даже не про эту раскраску. Здесь-то я быстро делаю, за сутки я могу, точнее, в течение дня я могу закрасить всю иллюстрацию, могу две даже сделать иллюстрации, вот. И останется мне, я в тотемных животных доделать нужно будет иллюстрацию, Мейн-стрит нужно будет доделать, потом в арт-раскраске знаки Зодиака вот эту вот нужно будет тоже доделать. Сегодня же, наверное, буду тоже красить. Пока что вот так вот у меня здесь все выглядит, вот. И, в принципе, осталось, наверное, из больших таких работ, это карандашная будет работа в раскраске Nice Little Town 10. Вот в этой раскраске еще нужно будет начать работу и закончить ее до конца месяца. Честно, еще пока не определилась даже с иллюстрацией, вообще не знаю, что бы здесь пораскрашивать. Они вроде как бы однотипные, такие интересненькие достаточно, но здесь хочется красивую прорисовку сделать, но, к сожалению, с моим-то творчеством, с моими навыками, она вряд ли здесь прям так красота получится. Но можно попробовать, также, в принципе, можно спокойно акварелью здесь пораскрашивать. У меня ее достаточно много сейчас и начала активно ей пользоваться, вот. Поэтому в планах осталось совсем чуть-чуть доделать, а ребенок просит мультики. Ну ладно, пойду я подключать мультики для ребенка и потом еще включение сделаю вам. Так, хочу вам показать сейчас свои небольшие покупочки. Я узнала, что у меня у мужа есть, оказывается, скидочное приложение вот на наш канцелярский магазин. Вот, и там у него было 800 с чем-то баллов, это даже больше, чем у меня. Вот, и я себе прикупила опять карандашики. Ну, в общем, я, знаете, у меня, видимо, уже есть все, что я, потому что я ходила по магазину, и я даже не знала, что мне еще можно купить. Вот. Но, к сожалению, я, если я сейчас, со скидкой, так скажем, неправильно рассчитала, я набрала на 1350, а заплатила я, сейчас я вам скажу, так вот, а, на 1315 я набрала, а заплатила я, блин, а сколько я заплатила? 1000, 1052. В общем-то, небольшая была, 263 рубля была скидка, получается. Ну, это вроде как бы немало, но и немного. Но бывают у нас моменты, что в магазине Temp можно оплатить 50% от стоимости бонусами. И в фикс-прайсе я взяла вот такой вот контейнер, близко снимаю, потому что штатив низковатый для такого формата съемки. Короче, вот такой вот контейнер взяла. Вообще он кухонный органайзер, но мне он для фломастеров гелевых ручек, вот сюда они хорошо поместятся. У меня был подобный, только вот половинка. Вот такая вот была половинка, может, чуть-чуть побольше по размеру, и на 4 деления вертикально, так скажем, да? Вот, поэтому сюда я сейчас еще буду приспосабливать что-то. Сейчас еще пеналы придут мои скрутки, вот, с Фалберис, и там уже тоже сделаю так, что поскладываю все удобно. Вот так, ну и сейчас давайте я быстренько блокнотик открою с выкрасками, найду там страничку нашу, где же я выкрашивала, если это быстро получится. Ну а пока тогда покажу вам вот так вот, вот такие расцветки, возможно, какие-то из них у меня уже есть. И, кстати, да, я уже походу вижу, вот один из зеленых, как раз-таки у меня был купленный. Я просто выбирала, так скажем, я даже не знаю, как это сказать, ну, выбирала, в общем, как выбирала. У меня список не весь был, вот, поэтому плюс еще на сайте на другом у меня заказаны такие карандаши, и я не знала, что выбирать. Так, а что-то я не могу найти, где мне тут выкраски-то карандашей? Там фломастеры нашла, а карандаши я ее выкрашивала. Странно, вроде где-то здесь выкрашивала. Все, нашла. А, нет, не нашла. Это другие. Все, теперь нашла Лиру, извиняюсь за долгое вступление. Вот, так, у меня есть в коллекции такие вот сейчас расцветки, да? И что же у нас здесь одинаково я взяла? Я вижу, походу, вот этот вот карандаш, хотя нет, дип, кобальт, по-моему, у меня нету. Ну да, это другой. Вот этот вот получается, что у меня есть, да? Emerald Green, да, что-то как-то я по названию немножечко попутала, да? Ну что ж, ладно, давайте Emerald Green мы убираем. Пускай будет запасов, в принципе, такой достаточно интересный зеленый. Я думаю, что лишним он не будет. Так, и потом еще попадется парочка. Я уже вижу, вот он, Medium Flash. Я взяла его еще раз, получается, вот такой вот розовый. Но он тоже может пригодиться, достаточно часто используются такие расцветки. Так, и из розового, наверное, Dark Flash вот этот. А, нет, это уже другой. Так, ну ладно, все, давайте начнем уже. Нет, давайте покажу сначала кисть, извиняюсь за такое. Вот это взяла еще от Гамма, похожий на Малевич кисти, но Гамма, наверное, подешевле. Кстати, сейчас я посмотрю, сколько Гамма стоила. Ну, не особо-то и дешевле, 249 рублей стоила эта кисть. Я 14-ю взяла для акварели. Мне нравится синтетика, хотя вот именно натуральные я еще не пробовала кисти. Ну, пробовала, но детские. А мне такой синтетикой достаточно, в общем-то, интересно раскрашивать. Дела большую, потому что на фонах, чтобы такое красить. Еще были побольше размером, 18-ый и 20-ый, но что-то как-то не стала брать. Так, я буду делать сейчас под наклоном выкраску, потому что мне тут места маловато. Вот, блин, а как бы сделать так, чтобы вам было видно? Ну, давайте вот так вот сделаем. Так, ну что ж, на какой? Давайте с зеленого начнем. Вот такой вот я себе взяла. Это у нас Apple Green, 70-ый карандашик. И, кстати, позвонила сегодня в свой магазин, в котором делала заказ. К сожалению, некоторых позиций моих карандашей нету. Вот, и не придут они в ближайшее время. Поэтому, как бы, придется либо тут, в Уренгое, докупать, либо какое-то время без таких, без тех расцветок находиться. Она, конечно, предложила заменить на какие-то расцветки. Я говорю, ой, у меня, знаете, некоторые карандаши есть, говорю, я могу не понять, как его. Я не могу сказать вам точно, да, какое у меня есть наличие, чего у меня нету в наличии. Поэтому, ну, давайте возврат тогда оставшихся денег. Ну, там рублей 200-300, наверное, может, будет, если. Может, там еще были полихромосы нет, которых в наличии, не знаю. Потому что я заказывала и лиру, и полихромос. Вот, она продиктовала по названию, ну, не по фирме карандаша и цвету, а все вместе в кучу сгребла. И непонятно, какие были, какие не были. Так, ну, давайте следующий. У нас не было еще оранжевого, да? Но это у нас оранж-ъеллоу, такой оранжевый, типа, желтый получается. Ну, красивый, кстати, цвет. Мне нравится лира. Теперь, ну, хорошо, что у меня сейчас больше расцветок, вот, к Новому году. Не знаю, если вдруг там, может, родители деньгами будут дарить. Они мне частенько дарят деньгами. Не знаю, может быть, на акварельную лиру позариться, или уже сразу набором взять. Надо будет высчитать, что дешевле набор, или все-таки по отдельности брать. Так, следующий цвет у нас это вермиллион 17-й. Так, вермиллиона у меня нет. Окей, это уже хорошо. Так, поехали. Ну, он такой красный, да, но немножечко оранжеватый. Хотя, вот, по факту, здесь слишком ярко такой красный. Ну, давайте попробую еще понаслаивать. Может быть, все-таки лучше будет. И рисуют очень мягко, хорошо. Пока что мне сейчас не встретились, да, которые крошатся. Но некоторые расцветки, я уже говорила, имеют свойство крошиться. Так. Ну, выкраску, сами видите, да, у меня прям не огонь получаются выкраски. Так, ну, вообще не соответствует, какой здесь красный и какой тут получается. Великая разница. Вот с красным беда. Но у меня, по-моему, там много красных заказано. Так, давайте теперь розовый еще посмотрим. Следующий розовый это Pink Madder Lake 29-й. Ну, такой гламурный розовый, не знаю, как еще назвать. Кстати, для телесной выкраски очень даже, ой, для раскрашивания лиц, в принципе, такой может подойти. Если я сейчас посмотрю, как он будет еле-еле по цвету, если... Да, в общем, отлично. Он для лица тоже хорошо подойдет. Такой, знаете, бледную кожу рисовать. Если еще голубенького, холодного добавить, или вообще кожу мертвеца рисовать, кстати, почему бы и нет. Неплохо будет. Ну, это мое личное мнение, конечно же. Естественно, что у кого-то будет по-другому совсем. Ну, тоже такое, знаете, отличие... Яркое отличие. Очень даже яркое. Но с некоторыми расцветками, да, такое встречается часто. Так, следующий у нас это серый. Вот такой взяла Silver Grey 96-й. Посмотрим, как он. Он такой уходит холодный, наверное, знаете. Ну, а, ну, понятно, Silver, это, по-моему... Если не ошибаюсь, то это же серебро, что-то с серебром связано. Silver, блин, я забыла, слушайте. Напомните, напишите в комментариях по-английски, что он означает Silver. Вот он крошится. Я думаю, вы сами это видите. Вот, он такой немного серо... Если бледным его делать, немного в голубой, мне кажется, уходит, да, в синий. Не знаю, так, ну, по... Здесь он чуть потемнее выходит. Но я думаю, что если еще больше наслаивания делать, то получится. Но когда сильно наслаиваешь, он сильнее крошится, и уже не так красиво получается. Так что имейте в виду, что некоторые цвета будут крошиться, и немножечко несоответствие будет. Но это не сильно критично. Так, дальше у нас Rave Amber. Это 80-й цвет. Так, ну, коричневый такой. Мне как раз сейчас коричневых не хватает. Мне нравятся коричневые полихромосы. Вот, что мне еще нравится? Ну, вот здесь тоже, в принципе, неплохо. Но у нас мало представлено расцветок. Я не помню, у меня коричневые какие-то идут. Будут сейчас в моем заказе или нет? Я что-то подзабыла, есть или нет. Так, по соответствию цвета. Более бледные оттенки, нежели чем на самом карандаше. Так, следующий давайте. Вроде как бы это коричневый. А нет, это Red. Что-то я перепутала. Значит, я другой коричневый убрала, наверное, не стала брать. Indian Red. Это красный. Я не помню, по-моему, у кого-то в уроке по портрету... Ой, он здесь так мягко рисует. Вообще интересно. Мне кажется, что у кого-то в уроках по портрету я видела именно этот цвет. Кто-то Лирой рисовал, именно Indian Red добавлял... А, нет, не в рук, не в лицах, не в портретах. Кирпич. Когда рисуешь кирпичные стены, раскрашиваешь вот этот цвет, и кто-то в уроках показывал, что его добавляют. Вот. Поэтому, в принципе, да, можно. Но его смешивают там, естественно. Вот такой вот он, 92-й цвет. А, соответствие. По соответствию цвета не посмотрела. Ну, вообще не соответствие, жесткое. Но это не страшно, как бы. В принципе, нормально. Я, допустим, знаете, вот привыкаю. Привыкаю к цвету карандаша, и у меня уже... Ну, я могу наугад практически посмотреть, сразу понять, что это за карандаш, и его достать. Так, давайте посмотрим, что у нас следующий синий. Это Sky Blue. У меня такого нету. Это хорошо. Потому что вот с этим цветом, мне казалось, будет какое-то сходство, типа того. Ну, не сходство. Мне казалось, что у меня что-то из такого есть. Ну, давайте сделаем еще выпрыск. Ой, он... Слушайте, тут вообще не соответствие. Видите, какой, а? Он совсем другой. Он рисует бледно. Вот даже с жестким наслаиванием я прям давлю на карандаш. И, кстати, да, чем сильнее давишь, тем сильнее крошится. Ну, не критично. Я все-таки хочу опробовать эти карандаши, сразу понять для себя, каковы они. И уже сразу изначально понять и увидеть, какой цвет хороший, а какой плох цвет. Вот. Ну, достаточно интересная расцветочка такая. Вообще не то, что здесь заявлено, а совсем другой. Ну, ничего страшного. Тоже, в принципе, симпатично. Так, давайте. Следующий у нас это Deep Cobalt. У меня такого нету. Тоже хорошо. Итак, поехали. Ого! Вау! Вот это глубокий синий. Слушайте, а следующий синий тогда какой будет? Смотрите, какой он красивый. А как он красиво ложится? Просто вообще волшебство. Ну, лира, конечно, шикарный. И это при том, что это не акварельный. Я знаю, что многим акварельный нравится. Вот. Но вот обычную лиру я как-то не знаю. Не помню вообще, видела у девчонок. А, ну, знаешь, да? У тех, кто мастер-классы делает, я видела. Знаю, что у них есть. А вот я про обычных девочек наших, которые просто так раскрашивали. И им занимаются. Какая красота! Какой он классный! Вообще суперский! Ну, и соответствие цвета, в общем-то, есть, да? Тут более такой фиолетовый уходит, но не страшно, не критично. Я не помню, не говорила или нет, но мне муж починил лампу. Но она все равно греется сильно. Не выдерживает тут 220 вольт работу. Поэтому у нас пока что немножечко получше со светом сейчас. Так, следующий у меня... Так, не показала, не сказала, что за цвет. Это у нас Light Cobalt. То есть этот был... Какой у нас он тут был? Deep Cobalt. Deep я не помню, если честно. Так, а это у нас уже легкий Cobalt. Ну, давайте посмотрим, какой же здесь будет цвет. Меня же прям удивительно, если тот так рисует, то как этот. Так, вот этот рисует уже попроще. Более прозрачно, да? Здесь такой более глубокий цвет, здесь более прозрачный. Хотя по цвету карандаша кажется, что именно этот карандаш будет глубже, да? Как бы вот тут вот видно прям сходство, да? Подходит больше, чем здесь, наверное. Хотя и тут, в принципе, тоже неплохо. Ну, давай сейчас еще сильнее надавлю на слою. И поехали, чуть полегче сделаем. Вообще такая мягкость, слушайте. Так классно рисует. Но к ним тоже нужно, кстати, приноровиться. Допустим, призму я хорошо использую. Мне нравится использовать с... Как его? С блендером призмы, вот. А остальные еще пока тоже, как бы, не приноровились. Ну, тоже неплохой цвет, достаточно симпатичный. Так, и последний. Это такой синий-серый какой-то Oriental Blue, 49-й цвет. Ну, давайте посмотрим, что же здесь. Ух ты! Здесь, кстати, тоже такой морской цвет и немножечко суховатый. Как будто карандаш, знаете? То есть, как бы жесткость у них по факту должна быть одинаковая. Но здесь такое ощущение, как будто он не жесткий, а, точнее, не жесткий, а суши как-то рисует. Знаете, эти такие мягкие, здесь такой более сухой рисунок, ну, сухая прорисовка получается. Даже не знаю, как еще описать. Так, вот такой цвет получается. А по... Ну, здесь прям сильно темный. Несоответствие такое есть. Ну, это ерунда, я считаю. Ну, да. Вот такие вот. Такая палитра у меня получается на данный момент. И получается, что у меня... Давайте посчитаем, сколько у меня есть карандаш. Здесь получилось 26 расцветок, так как, ну, 3 на 9 умножаем, это у нас получается 27. Если не ошибаюсь, и минус 1, получается 26, да. 26 карандашей. Сколько их там в палитре? Их, наверное, 72 точно есть. Ну, еще у меня штук порядка 20-30 придет. Ну, почти полная коллекция собрана. Самые для себя такие более интересные, наверное, что ли, расцветки я собрала. Ну, еще за исключением, наверное, красных, розовых, по-моему, не должны прийти. Ближе к фиолетовому должны прийти. Если не ошибаюсь, еще желтые должны быть. И, по-моему, парочка зеленых еще. Вот. Ну, такая на данный момент получается у нас палитра от Лиры Рембрандт. В моей коллекции, да, на данный момент 30, ой, нет, сколько мы сказали, 26 карандашей. Это, в принципе, неплохо. Сейчас буду их там в пенал оформлять и так далее, вот. Ну, и на сегодня это были все мои покупочки. Ну, что ж, в раскраске Дисней я закончила иллюстрацию свою, вторую. Осталась у меня третья иллюстрация по своему челленджу. И осталась еще на совместник одна иллюстрация. Вот. Но я решила не отдохнуть, а переключиться немножечко. Дисней я уже два дня подрезку, грубо говоря, крашу. Вот. Поэтому решила переключиться. Сегодня я вообще не притрагивалась к этой раскраске, к городам, цветовому квесту. Вот. Ну, и по-хорошему бы сегодня закончить, либо почти закончить. Там небольшую часть, то есть, или останется, если вдруг не успею. Вот. И уже нужно переходить к животным. Надо мне их числа до 20-го тоже докрасить. Потому что останется после 20-го, сколько у нас там, 10 дней, да, по-моему, останется. Вот. И, ну, 10 дней это мало, чтобы закончить. Ну, как, не мало, в общем-то. Если я сяду, буду внимательно также ночью спокойно раскрашивать остальные раскраски, то, конечно же, я закончу быстро. В принципе, мне осталось тотемные животные. Там тоже маленькие нюансы доделать. Осталось мне Nice Little Town нарисовать. Main Street. Там тоже небольшие нюансы там доделать, в общем. Ну, и цветовой квест животные останется после городов доделать. И, в общем-то, в принципе, я свои все планы выполнила. Может быть, если успею все это доделать до конца ноября, то, может быть, даже еще к чему-нибудь притронусь. Вот. Может, что-то еще интересненькое придумаю. Так что так. Но я, наверное, на данном этапе уже буду заканчивать свой челлендж, хотел сказать, свой хобби-влог. Буду сейчас сидеть спокойно уже раскрашивать и потом пойду уже спать. Так что, если вам было приятно посмотреть мой влог, если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. До новых встреч.